Душанбе В нескольких развлекательных центрах Душанбе отметили Хэллоуин, и по словам некоторых участников мероприятия, в этом году оно прошло с большим размахом, чем в прошлом. Напомним, Хэллоуин – современный светский международный праздник, восходящий к языческим традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается он каждый год 31 октября. Традиционно празднуется в Западной Европе и Америке. С конца 20 века в ходе процесса глобализации мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в странах СНГ. Примечательно, что несколько лет назад таджикские власти рекомендовали молодежи воздержаться от празднования Хэллоуина, как чуждого таджикам праздника. Однако в последнее время режим Рахмона решил активно внедрять западную культуру, начал внедрять новые праздники, такие как праздник плова, праздник тыквы, праздник меда и т.д. Он традиционно поддерживает и пропагандирует празднования различных иностранных праздников, даже таких как индийский праздник Красок Холи или европейский Хэллоуин. Наблюдатели отмечают, что после назначения мэром столицы сына президента Рустами Амамали, такая тенденция стала проявляться еще более ярко. Редакция Хабархо обратилась к Дому Лошу Кирхону из Душанбе с просьбой раскрыть взгляд ислама на данную тенденцию в Таджикистане. С точки зрения ислама, празднование такого рода праздников и вообще любых праздников, помимо Иди Рамазон и Иди Курбон, является запретным, и нет в этом разногласия между исламскими мазхабами, поскольку пророк Мухаммад, мир ему благословения, в одном из хадисов передал. Воистину, Аллах заменил ваши прежние два праздника на другие, которые лучше них — это День Аль-Адха, Житвоприношение, и День Аль-Фитр, Разговение, тем самым ограничив праздники для мусульман. Что касается того, какие именно цели преследуют режим, пропагандируя и широко отмечая различные неисламские праздники, и вместе с тем вводя ограничения для празднования Иди Рамазон и Иди Курбон, то для многих это становится все более ясным. Начиная с 90-х годов в Таджикистане стремительными темпами происходит исламское возрождение, особенно это ощущается в молодежной среде. И как бы режим не старался покосить данное возрождение различными методами, в основном, конечно, репрессивными, что мы наблюдаем и по сей день, это ему не удается. И в современных условиях, когда против своих правителей восстают целые народы, одними репрессиями режим у Рахмона не справится. Поэтому режим уже на протяжении последних двух-трех лет начал активную пропаганду секуляризма среди молодых жителей страны. Несмотря на то, что, к сожалению, часть молодежи поддается на эти приемы и на самом деле подвергается секуляризации, все же в основном в народе Таджикистана преобладают высокие исламские чувства, что в свою очередь является прививкой от разнообразных чуждых нашей религии явлений и гарантией продолжения исламского возрождения в сознании масс. Организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение 6 ноября на погранзаставу Ишкабод. Как сообщает портал организации «Сайт Интеллигенс Групп», который отслеживает информационные ресурсы этой организации, соответствующее заявление ИГЭ было распространено 8 ноября агентством АМАК. В заявлении ИГЭ в частности говорится о 10 убитых пограничниках в результате проведенной атаки. В официальной же версии власти Таджикистана говорится о двух погибших – пограничнике из-за Тулу-Латифаве и сотруднике МВД Бахромика Симзада. Потому что сегодня самым модным трендом является борьба с терроризмом. И Рахмон, в общем, не думая, что, так сказать, руководствуясь разумом и чувством, так сказать, точного, своевременного попадания в цель, а просто ему так повезло, он очень удачно попал. По мнению наблюдателей, своевременное заявление ИГЭ о совершении атаки на погранзаставу играет на руку властям. Но оно не может восприниматься всерьез, потому что джихадистские группировки вообще и данная организация в частности были неоднократно замечены в ложных заявлениях о принятии на себя ответственности за подобные инциденты. Так, например, в 2009 году группировка Риадус-Суалихин взяла на себя ответственность за аварию на российской Саянашушинской ГЭС. Причина, она очевидна, ее видно, она произошла в результате того, что вода под высоким напором попала в машинный зал через поврежденный узел. По мнению экспертов, военизированные группировки стремятся присвоить себе славу даже несовершенных ими операций, что в итоге играет на руку спецслужбам и авторитарным режимам, которые организуют теракты в политических целях. В столице Кыргызстана появились камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Новшество внедряет китайская госкомпания за свой счет. В данное время на улицах Бишкека 60 видеокамер снимают людей, 20 из них с функцией распознавания лиц. Система уже начала свою работу, но ответов на вопрос, где будут храниться данные, кому недоступны и кто несет ответственность в случае их утечки, до сих пор нет. Цифровизированный командный центр ГУВД открывали с помпой в присутствии президента, министра внутренних дел и мэра Бишкека. По словам главы МВД Кашкара Джунуша Лиева, планируется установка тысячи видеокамер наблюдения. Власти уверяют, что новая система поможет снизить уровень преступности, в то время как эксперты требуют гарантии сохранности персональных данных. Ни одна китайская технология не идет сейчас без, образно говоря, открытых портов, потому что китайским компаниям не очень выгодно поставлять продукт, который они не могут дистанционно обслуживать, поскольку это накладывает очень большое количество финансовых расходов, утверждает Татума Мбиталиева, глава фонда гражданской инициативы интернет-политики. Соответственно, есть очень большой риск, что они, поставив нам такой продукт, я более чем уверенно, будут иметь доступ к этим данным. Напомним, что в июне радио Задиса, ссылка на заместителя руководителя центра Шахриби Хатар, безопасный город, Фурката Шуи Мардонова, сообщила об установлении видеокамер производства китайской компании Huawei, способных распознавать лица в столице и в других крупных городах Таджикистана. Отметим, что в самом Китае при помощи системы видеонаблюдения, оснащенной искусственным интеллектом, уже на протяжении многих лет проводится политика тотального контроля над населением и в особенности над мусульманами восточного Туркестана. По этой причине, например, протестовавшие в этом году жители Гонконга выработали ряд мер против данной политики. В ходе массовых акций они брали с собой зонтики, надевали маски, либо специальные проекционные устройства, обманывающие камеры. Кроме того, многие протестующие просто спиливали умные столбы, либо перерезали их провода. Не исключено, что в ближайшее время подобные же способы придется использовать и жителям Центральной Азии, считают аналитики. Нет, сейчас против, скорее всего, да, зная наше правительство, то есть какое оно сейчас, я, скорее всего, мы еще не готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова